Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного происхождения календарей мы отмечаем два новых года – по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Но знают ли это жители Артемовского городского округа, что такое Старый Новый год? Именно с таким вопросом наша съемочная группа вышла на улицы города, и мнения разделились. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое праздник Старый Новый год? Да, знаю. Что это? Это когда провожают Старый Новый год. А когда он отмечается? Он отмечается с 13 по... Ну да, один день. С 13 на 14? Да. Это праздник, когда провожают Старый Новый год. А с чем он связан? Почему его праздную? Ну, чтобы ничего не осталось, плохого в новом году не было, и все плохое остается в прошлом. А когда его празднуют? 13 января. Ты знаешь, что есть такой праздник Старый Новый год? Да. А знаешь, когда он отмечается? С 13 на 14. Ты молодец. А вы в семье его отмечаете? Да. Как ты думаешь, это нужный праздник? Ну да. Почему? Ну, как провожают Старый год. Как видите, юное поколение имеет свою точку зрения. Но, может быть, они просто не знают, откуда же пошла традиция празднования. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое праздник? Есть Старый Новый год. Конечно. А когда он отмечается? 13 на 14. А вы его будете отмечать? Ну, это новолетие по православному календарю. Да. Как вы думаете, это нужный праздник? У каждого человека свой праздник считается, да? Вот как он его чувствует. Я его чувствую как православное, как новолетие. Это еще с того времени, помню, как дедушка и бабушка нас всегда приучали тогда. Еще родителям некогда было, все время работали. Поэтому, да, мы ждали всегда вечер. Очень долго катались на санках, потом приходили домой. У нас был ужин. На Рождество у нас был сочельник. А на Старый Новый год у нас были святки, были праздники, были калядки. Но вот в таком плане и отмечали, дарили друг другу подарки. Это было очень всегда приятно. И нам очень приятно, что кто-то знает истинное значение праздника. Ведь он православный и для многих верующих людей имеет особое значение. Поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания рождественского поста. Но есть и другие мнения. Старый Новый год провожают до Нового года. Все, что произошло за этот год, провожают, вспоминают, что встретит новый, с новыми силами. А знаете, что такой праздник тоже есть, Старый Новый год? Да. А когда он? Знаете? Не говори хоть. Он, по-моему, в начале января. Когда? Нет. Еще не помню. Я, наверное, раз в день. Нет. 13 на 14 января. Вы Новый год встречаете? Да, конечно, встречаем. У вас традиции есть какие-то? Да, есть традиция. Какая? Собираемся в кругу семьи. Нарезаем оливье, как положено. Салаты перед телевизором. Владимиром Владимировичем Путиным. Встречаем в кругу семьи. Дарим подарки. Наряжаем елку. Потом идем встречать Новый год на улицу. Салют. На горках катаемся. Молодцы. А как вы думаете, Старый Новый год надо отмечать или нет? Ну, конечно, надо отмечать. То есть с 13 на 14 вы будете отмечать Старый Новый год? Нет, мы, скорее всего, не будем. А Новый год вы празднуете? Праздную. Может, какие-то традиции у вас в семье есть? Да кто его знает? Может быть, и есть. Сейчас я даже и не могу сказать. Это же из поколений в поколение переходит. Какой у них традиции был у того поколения, я не помню уже. Знаете, что есть такой праздник Старый Новый год? Да, знаю. А когда он празднуется? Ну, не знаю, но в эти дни где-то. Как вы считаете, его нужно отмечать или нет? Да, мне кажется, это вообще радость для детей, для взрослых. Ну, конечно, в маленьком городе это не так ощущается. Например, в Нижней Тагиле, Екатеринбург, мне кажется, там больше. А почему он отмечается? Откуда он вообще появился в Старый Новый год? Мне кажется, когда раньше наезжали же березу, вот, в наши старые времена, и вешали на нее яблоки, игрушечные яблоки. И мне кажется, это как бы старое, это же прошедшее уже время, время года. И вот как бы и Новый год начинается, и Старый как бы уходит. Мне кажется, из-за этого. Знаете, что есть такой праздник Старый Новый год? Практически не знаю, только слышал. Когда отмечают, не знаете? А, какого числа? Вроде как сегодняшнего, сегодня на ночь. А вы отмечаете такие праздники? Общепринятые только такие, это тоже полузабытые. Просто так вспоминаем, что вот был раньше такой праздник. Когда отмечают? С 13-го на 14-е. Нужный праздник или нет? Ну, раньше как-то отмечали, сейчас нет. А вы отмечаете? Ну, как бы, да, немножко. Но, несмотря на различные точки зрения, у всех есть семейные традиции. Как при праздновании Нового, так и Старого года. И у многих они совпадают. У нас есть традиция, что мы ездим, прямо вот, только провели куранты, мы ездим в гости ко всем родственникам и поздравляем их с Новым годом. А какое-то блюдо любимое есть? Которое постоянно вы подаете и готовите на Новый год? Ну, у нас салат. Какой? Гранатовое кольцо. Хорошо. А Старый Новый год будете отмечать в семье? Да, конечно. Также поедем к родственникам, соберемся. И отпраздним, да. На Новый год мы собираемся всей семьей, сидим, потом слушаем президента, ну и все. Конечно, это подарки родственникам, чистота, порядок в доме и поздравления соседей, ну и друзей, которые есть. Интересно, что разница между юлианским и григорианскими календарями увеличивается каждое столетие на один день. Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать его впервые. Ведь этот праздник более спокойный, ему не свойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года. Поэтому празднуйте его правильно. Ну а ко всем поздравлениям наша съемочная группа присоединяется. Всех поздравляю с Старым Новым годом, и чтобы в Новом году все было хорошо у вас. Всем желаю вам счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно же, побольше денег, чтобы люди могли позволить себе отметить этот праздник. Весь город Артемовский я поздравляю с наступившим Новым годом, с праздником, со всеми праздниками Рождеством. Подходит еще Крещение 19-го. Желаю мира, добра, здоровья, любить свой город, молиться за него и быть добрее друг другу.